В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. 8 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Ненецком округе за минувшие сутки. В числе заболевших жителей Наринмара, поселков Искатели и Красное. На защиту Родины из Наринмара отправлена вторая группа призывников, где будут служить солдаты-срочники. Подарить детям праздник в Заполяре стартовала традиционная благотворительная акция «Елка желаний». Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. 8 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Ненецком округе за минувшие сутки. В числе заболевших жителей Наринмара, поселков Искатели и Красное. Таким образом, лечение от коронавирусной инфекции на данный момент проходит 111 человек. Из них 17 в стационаре. Накануне Юрий Бездудный пообщался с врачами, которые работают в красной зоне. Сегодня в специализированном инфекционном отделении работают 11 медиков, в реанимационном – 9. Все они привиты вакциной от коронавируса. В ближайшие дни в Ненецкую окружную больницу доставят запас современных средств индивидуальной защиты. Прежде всего, хотел бы поблагодарить вас за ту работу, которую вы сегодня делаете. У нас очень непростой период, когда очень много заболевших. И я хотел бы сказать, наверное, от всех жителей округа слова благодарности. Спасибо вам большое за ту работу, огромную, громадную работу, которую вы делаете каждый и в инфекционном отделении, и в отделении реанимации. Спасибо вам большое от всех жителей округа. В первую очередь в ходе общения с медиками глава региона спросила о состоянии пациентов, находящихся в стационаре, и о наличии необходимых лекарств и средств индивидуальной защиты. Скажите, пожалуйста, все ли есть лекарства, медикаменты для того, чтобы лечить больных? Ну, нам бы, конечно, хотелось иметь препарат барицетениб, чтобы можно было с первых дней предотвращать цитокиновый шторм. Если бы была такая возможность, мы бы были просто счастливы. Потому что на данный момент мы пользуемся инъекционными препаратами, они есть, да. Вот этот препарат, он входит в протоколы лечения? Да, конечно, да, конечно. Юрий Бездудный поручил руководителю профильного регионального ведомства Сергею Свиридову в кратчайшие сроки отработать вопрос по закупке препарата. А сразу после общения с медиками губернатор связался с Минздравом России. По итогам переговоров препарат поставят в округ в нужном количестве в ближайшее время. Руководителем депутации Госдумы в Северном Совете стал Сергей Коткин. Соответствующее решение было принято на заседании Совета Государственной Думы и подписан ее спикером Вячеславом Володиным. Сергей Коткин введен в состав депутации в связи со сложением полномочий Григорием Литковым. Коткин назначен руководителем депутации Госдумы в постоянной делегации Федерального Собрания в Северном Совете. В нынешней сложной международной ситуации сотрудничество по линии Северного Совета это очень важное направление, отметил в телефонном интервью Сергей Коткин. Те вопросы, которые решаются на Совете, это касается уже не только Нинецкоавтономного округа и его жителей, а всей Российской Федерации. Безусловно, нам нужна разрядка международной напряженности, добрые отношения с нашими северными соседями. Ведь сегодня все арктические государства объединяют проблемы дредние и те же. Прежде всего, это вопросы территории, я имею в виду, это хребет Ломоносова, Менделеева, по кондентальному шейфу, экология, глобальное потепление, поддержка коренных малочисленных народов, сохранение биоресурсов, судоходства. Кроме того, Сергей Коткин отметил, что встречаясь с парламентарией северных стран, не избегают острых проблем, открыто их обсуждают. Мне как-то уже приходилось не один раз принимать участие в работе международных организаций. Я бы, наверное, отметил, что арктические государства в этом отношении показывают пример конструктивного взаимодействия. Встречаясь с парламентарией северных стран, мы не избегаем острых проблем, всегда открыто обсуждаем на площадках все вопросы, которые нас волнуют и беспокоят, прямо глядя друг в друга в глаза. И удается, в общем-то, находить точки соприкосновения. По мнению парламентария, необходимо использовать любые возможности, чтобы разрядить международную напряженность и налаживать добрососедское сотрудничество. На развитие транспортной системы округа в следующем году направят 4 миллиарда 600 миллионов рублей. Этот и другие вопросы обсудили на заседании комиссии по экономической политике и бюджету в рамках рассмотрения проекта окружной казны на ближайшие три года. В целом, расходы Департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта Ненецкого округа запланированы в размере 8 миллиардов 300 миллионов рублей. Департамент строительства ЖКХ энергетики и транспорта является ответственным исполнителем четырех госпрограмм округа, соисполнителем по двум программам и участникам еще 12 окружных госпрограмм. Наибольшая сумма запланирована на реализацию программы развития транспортной системы НАО 4 миллиарда 600 миллионов рублей. Из них более 3 миллиардов рублей пойдет на развитие системы автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. На автодорогу Наринмар-Усинск предусмотрено 2 миллиарда 900 миллионов рублей за счет средств федерального бюджета. На реконструкцию автодороги город Наринмар-поселок Искателей запланировано порядка 34 миллионов рублей, в том числе 25 миллионов рублей из федерального бюджета. По итогам обсуждения профильному департаменту поручено до 15 декабря проработать вопрос о возможности корректировки проекта реконструкции дороги до искателей. Еще один вопрос, рассмотренный на комиссии, касается тарифов Севержелкомсервиса. Депутаты предложили проверить правильность формирования тарифов предприятия. По мнению парламентариев, они превышают аналогичные тарифы в других регионах в 10-15 раз. Одним из решений по снижению стоимости услуг по обращению с ТКО могло стать увеличение срока накопления мусора на площадках с 11 до 36 месяцев. Предложение неоднократно обсуждалось, в том числе в начале 2020 года в рамках Дни ИНАО в Совете Федерации. Собрание депутатов выходило с законодательной инициативой в Госдуму. Администрация Ненинского округа направляла соответствующий запросу в федеральные ведомства. Однако предложение не было поддержано, так как такое длительное хранение ТКО противоречит экологическому законодательству. Депутаты предложили обсудить обоснованность тарифов Севержелкомсервиса на отдельном совещании с привлечением большего количества участников, которое проведут после получения подробной информации от профильных департаментов. Поправки в бюджет этого года и на плановый период 2021-2022 годов приняли и депутаты городского совета на 16-й внеочередной сессии. С информацией по бюджету выступила начальник управления финансов муниципального образования Марина Захарова. Показатель доходной части в 2020 году увеличится более чем на 12 миллионов рублей. Это связано с ростом безвозмездных поступлений загруженного бюджета, налоговых и неналоговых поступлений городского бюджета. На эту же сумму увеличатся расходы муниципалитета. Из полученной суммы деньги направят на обустройство пешеходной зоны в городском парке в районе улицы Юбилейная. Часть средств пойдет на обеспечение деятельности управления городского хозяйства в связи с изменением типа учреждения. Также деньги будут направлены на реализацию мероприятий по поддержке развития малого и среднего предпринимательства и организацию мероприятий по обеспечению комфортных условий для проживания и отдыха горожан в зимний период. Призывная кампания в Ненецком округе идет полным ходом. На сборный пункт в Архангельск отправились 18 ребят из второй группы призывников. Все они, скорее всего, попадут на срочную службу в Главное управление Генерального штаба, войск Национальной гвардии России и сухопутные войска Северного флота. Подробности у Екатерины Дементьевой. Дипломированный юрист Данил Кудрявцев перед поступлением в ВУЗ целенаправленно решил идти в армию. Старшие мужчины в семье его решением гордятся, считая, что служба – это неотъемлемая градация от юношества к зрелости. Это как долг, как это нужно, как это должно быть от Несе. Понятно, что мама не противилась, конечно, этому, но очень, можно сказать, даже расстроилась. Слезы льет уже, наверное, неделю. Хотя вроде объясняют, что ничего страшного, во-первых, вот это все быстро пройдет, во-вторых, то все равно это надо. Но чисто внутренне, видать, не может ребенка отпустить, хотя уже давно не ребенок. А тем временем юноша доволен тем, что попал в войска Нацгвардии и уже мысленно выстроил планы на ближайшие годы. Да и в целом очень позитивно настроен. Конечно, поможет, так как я сейчас устраиваюсь в Нацгвардию, потом можно устроиться и в полицию, и также у нас в Нацгвардию. Это открывает многие пути. Не без сложностей, но бывают и хорошие моменты. Допустим, друзья, которым ты будешь знакомиться, и постепенно все больше и больше будешь с ним сплочаться. В дни отправки у здания военкомата многолюдно. Сметение в глазах матерей, звенящее молчание девушек, подвадривающий смех друзей и гордость отцов. Каждая эмоция по-настоящему искренняя. Как же, служить надо все равно. Все служили. Дед служил, я служил, братья у него служили. Сейчас его очередь подошла. Пусть служит. Год тем более отслужит, вернется человек. Пусть дальше служит. Да, он сам желает, главное сам желает. Есть люди, которые не хотят, а он сам пожелал. Ну ладно, давай, служи, раз хочешь, так так служи. Молодец, короче. Мы его хвалим за то, что он сам желает. Сегодня чьи-то сыновья, женихи и друзья перешли на новый жизненный этап. Каждому из них предстоит учиться преодолевать трудности, ждать и любить, несмотря на расстояние. Служба везде, военная, почетная и трудная. И к этому давно готовится. Что это не санаторий-курорт, а что это военная служба. Надо будет исполнить свой воинский долг. Я хочу пожелать вам удачи, чтобы через год вы вернулись к нам. А если не вернулись, то оставшись служить либо в армии, либо кто-то поступит в высшее военное учебное заведение. Все, кто будет поступать в высшее военное учебное заведение в период военной службы, идут. Эти ребята вне конкурса поступают. То есть вам будут созданы определенные преференции. Перед отправкой в аэропорт на опутствие призывникам дал губернатор Неницкого округа Юрий Бездудный. Ему поименно представили молодых людей согласно списков родовойск. Вообще во все времена защищать Родину считалось самым почетным. И то, что вы отправляетесь сегодня уже на службу, и для нас большая гордость. Хотелось бы, чтобы вы защищали Родину с честью, чтобы вы гордились тем, что вы защищаете не только своих близких, не только наш округ, что вы защищаете всю страну. Вторая группа из 18 призывников отправилась в Архангельск на распределительный пункт, откуда они направятся в свои части. И ровно через год возмужавшие красивые вернутся к своим любимым. Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, Телеканал Север. Неделя остается до старта приема заявок на оздоровление детей за счет окружного бюджета. Подать документы на получение путевки «Мать-детя» можно будет в течение месяца. Традиционно по путевке «Мать-детя» на санаторно-курортное лечение могут отправиться дети с 4 до 12 лет, имеющие третью группу здоровья, и дети с 4 до 15 лет, с 4 и 5 группами здоровья в сопровождении одного взрослого. Это может быть один из родителей, опекун или близкий родственник, бабушка или дедушка. Как и раньше, бесплатные путевки в здравнице предоставляются один раз в два года. Заявление можно подавать непосредственно через многофункциональный центр в почтовом направлении, либо у нас здесь в отделении осуществляется прием граждан по вторникам и четвергам во второй половине дня. К заявлению на оздоровление детей необходимо приложить следующие документы. При этом заявителю следует помнить, что среднедушевой ежемесячный доход на одного человека не должен превышать двукратной величины прожиточного минимума. Что касается тех граждан, которые подавали документы в 2020 году, но из-за пандемии решили не выезжать на санаторно-курортное лечение. В случае, если они желают получить бесплатную путевку в 2021 году, то необходимо вновь подать документы в срок с 20 ноября по 20 декабря. У нас не переносятся путевки на следующий год, а им необходимо просто заново подать пакет документов и, соответственно, заново мы их поставим в реестр в очередь тех, кто нуждается в оздоровительном лечении для детей. Добавлю, что первоочередное право на путевки имеют многодетные семьи и родители, воспитывающие ребенка-инвалида. На оздоровительный отдых в составе организованных групп могут отправиться дети в возрасте от 13 до 15 лет включительно, имеющие вторую или третью группы здоровья, постоянно проживающие на территории Ненинского округа и нуждающиеся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении. Почувствовать себя волшебником в преддверии Нового года может каждый житель Ненинского округа. Елка желаний вновь зажигает благотворительные огни. 15 ноября в Ненинском округе стартует эта акция. Каждый из нас может подарить радость детям, особо нуждающимся в ней. Продолжит Любовь Пермякова. Это ребятам уже переданы в семьи, которым хотим помочь, переданы письма, бланки, на которых они уже пишут письмо Деду Морозу. И таких писем на сегодняшний день получено уже 33. Директор комплексного центра социального обслуживания и по совместительству руководитель регионального отделения Красного Креста показывает нам образец послания Дедушке Морозу. Яркий и красивый дизайн разрабатывали сами сотрудники. Очень старались, ведь акция «Елка желаний» помогает детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Охват детей, которым будет оказана помощь, это прежде всего дети, находящиеся на лечении в больницах. И дети, находящиеся, ну, понимаем, да, то есть это малообеспеченные семьи, в социально опасном положении, когда родители, не все, а не каждая семья может приобрести и подарить вот это чудо новогоднее, да, там, своему ребенку. В прошлом году в результате традиционной благотворительной акции «Елка желаний» исполнились новогодние мечты более 60 детей. Первыми подарки получили 26 маленьких пациентов окружной больницы. По традиции, в последнюю неделю уходящего года специалисты отделения социальной помощи семье и детям, они же волонтеры Красного Креста в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, посещают семьи, вручая самые разнообразные презенты от конфет до планшетов. Кстати, «Елки желаний» загораются по всей стране. Это уже стало доброй традицией. В Кремле украшают письма с желаниями детей из регионов. Главы субъектов снимают с новогоднего дерева несколько посланий. В 2019 году так исполнилась мечта 11-летней жительницы Наринмара Полины Калининской. У нее было желание новогоднее посмотреть Красную площадь, ну и вообще в Москву все. И мечта Полины сбылась. Целую неделю девочка вместе с мамой и младшим братом провела в столице. Программа была очень насыщенной. В Киргург ходили. Одного дня нам было мало, мы и второй день ходили. Вчера. Потому что это детские профессии, дети все испробовали. Очень, конечно, все понравилось. Все на высшем уровне. В этом году Полина вновь, как и сотни ребятишек по всему округу, будет писать письма Дедушке Морозу. Кстати, нам удалось выяснить, о чем мечтают дети региона в этом году. Кто-то хочет увидеть в заветной мешочке фломастера, развивающие игры, много конфет, вертолеты на пульте управления и многое другое. Если вы хотите почувствовать себя волшебником и осуществить чью-то мечту, сотрудники Красного Креста этому только рады. Принимается как спонсорская, так и гуманитарная помощь. Объявлен сбор канцелярских принадлежностей, сладостей и игрушек. Ёлка желаний продлится до конца декабря. Сбор подарков проходит по адресу Наринмар, улица Рабочая, дом 17А, кабинет номер 3. Более детальную информацию можно уточнить по телефону 40271 или 42180. Любовь Пермякова, Антон Ведряков, телеканал «Север». В Ненинском краеведческом музее открылась выставка художественных работ «Мой север» Олега Токмакова. Картины написаны в разной технике, объединены одной темой – любовью к Ненинскому краю, в котором художник прожил всего три года. Далее подробности. Инженер-строитель из Ленинграда прибыл в 1962 году в маленький северный городок для строительства морского порта. Деревянные дома после большого каменного города, национальный колорит после вывесок домов мод. Все это произвело на него удивительное впечатление. Потому что, приехав на Наринмар, увидев на улице девушку, одетую в зимнюю ненинскую одежду, он очень восхитился этой одеждой. Он восхитился переливом красок, орнаментом, восхитился руками мастериц, которые шьют эту одежду. И, как вы, наверное, видите, на работах его как раз-таки представлены как женщины в одежде ненинской традиционной, так и мужчины. Художественного образования Олег Токмаков в тот момент не имел. А вот уже после возвращения из Наринмара поступил в художественное училище имени Мухиной. Говорит, что на севере за три года жизни здесь, в Арктике, он состоялся как художник. Именно этот опыт проживания здесь, именно, скажем так, работа и творчество здесь, на севере, помогли ему с легкостью поступить и закончить с отличием это училище. За три года жизни в округе свою руку инженер-строитель приложил и к старому Дому культуры в окружном центре, и к зданиям в нескольких поселках. Но знают о нем больше по другому культурному объекту. Имя Олега Ивановича было связано всегда, я знала о нем, только как об авторе памятника Обелиска Победы, который был открыт в Наринмаре в 1965 году. Я, собственно говоря, никогда бы не предполагала, что человек со строительной специальностью, с художественно-строительной специальностью, проектировщик может стать художником. Свои работы он начал передавать в фонды Краевеческого музея еще несколько лет назад. И на данный момент в музее их насчитывается более 50. Он пронес такую теплоту воспоминаний о нашем крае, о нашем округе, о городе Наринмаре, о Нильменосе, о Хангурее, о тех людях, с которыми ему довелось встречаться. И это явно прослеживается в его работах. Они такие теплые, они такие естественные. И их очень интересно рассматривать, потому что они погружают нас в ту атмосферу начала 60-х годов XX века, когда было много романтики, когда были большие надежды на светлое будущее. И здесь очень красивые лица у людей. Выставка «Мой север» – это финальная в 2020 году выставка, которая будет работать в стенах Нинецкого краеведческого музея до 16 января 2021 года. Екатерина Дементьева, Антон Водряков, телеканал «Север». Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды.